У меня нету Инстаграма, Твиттера, Фейсбука. Лучший способ чему-то научиться — это пойти рассказать людям об этом. Сейчас уже публичные люди, совсем не обязательно, значит, лицо с глазами. Попытка удержать человека тем, что никто о нем не знает — это дичь. Привет! С вами подкаст «Я Токс». Ведем этот подкаст мы, я Лена Кунакова и Саша Крайнов. И сегодня мы поговорим про личный бренд. Что это такое? Связан ли личный бренд и бренд компании? Платят ли больше за личный бренд? И многое-многое другое. И у нас в гостях люди, у которых все в порядке с личным брендом. Во-первых, это Леша Миловидов. Леша Миловидов — это создатель Кликхауса. Кликхаус — это технология, которая вначале появилась где-то в недрах Яндекса, потом стала опенсорсным продуктом, одним из самых успешных в России опенсорсных продуктов. И после этого Кликхаус стал отдельной компанией. И, возможно, это случилось потому, что этому помогал личный бренд Леша. Второй наш гость — это Егор Толстой, руководитель продуктов языка программирования Kotlin в JetBrains и ведущий одного из самых топовых и клевых подкастов в мире IT — «Подлодка». Тема интересная, горячая. Давайте начинать. Давайте. Привет, ребят. Спасибо, что пришли. Привет. Расскажите, пожалуйста, о себе с уклоном в то, что такое ваш личный бренд. Егор, давай начнем с тебя. Я Егор Толстой. Егор Толстой. Что я делаю? Я сейчас работаю в JetBrains. Я работаю над Kotlin. Я продукт-менеджер и делаю всякие штуки, которые обычно делают продукт-менеджеры. Помимо Kotlin я веду подкаст «Подлодка» уже лет пять, делаю конференции «Подлодка.крю» и еще пишу всякие статьи, выступаю на конференциях и делаю всякие вот такие штуки. Класс. Леша? Меня зовут Алексей. Наверное, меня уже все знают. Я делаю кликхаус. Я сначала делал кликхаус в компании «Яндекс», а теперь я делаю кликхаус в компании «Кликхаус». То есть я внутри кликхауса и делаю тоже кликхаус, и вообще вокруг меня один сплошной кликхаус. Тема сегодняшнего разговора – личный бренд. Я знаю про кликхаус, я знаю про «Подлодку» и про JetBrains. Про Kotlin тоже, надеюсь. И про Kotlin, да. Где здесь личный бренд? Можете рассказать, как бы вы качаете бренд своей организации или качаете себя? Что такое личный бренд? У вас есть какое-то определение? Я не очень воспринимаю само определение личный бренд, потому что, не знаю, это что-то, что происходит само по себе, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, рассказываешь об этом, люди это читают, и они внезапно начинают запоминать еще и тебя, помимо того контента или того кода, который ты написал. Вот типа как пример, я не знаю, ведущие новостей или интервьюеры. Они качают свой личный бренд? Я думаю, да. Ну, осознанно. Ну, я не знаю. Вот, это примерно то же самое. Поэтому я точно такой активности не могу выделить, что я системно иду и личный бренд прокачиваю. Не знаю, может быть, конечно, Леша это делает наверняка с кликхаусом. Да, я полностью соглашусь, потому что, смотри, я продвигаю бренд кликхауса. Если мне чего-то перепадает, ну, это так, бонус. То же самое, например, для Яндекса. Я продвигаю кликхаус, одновременно, получается, продвигаю Яндекс и себя чуть-чуть. Кто-то где-то узнает, как вообще, как вы это на себя испытываете? Гораздо интереснее то, что присылают всякие фоточки. Например, человек говорит, я там приехал в Сингапур, там в метро зашел, в футболке кликхаус, и ко мне сразу подошел человек и говорит, кликхаус, все такое. Класс. Егор, ты вот чувствуешь, что растет твоя стоимость. Чем более ты известным становишься, тем выше твоя рыночная стоимость. Ну, например, там, не знаю, на офферах, которые ты получаешь, это как сказывается, это увеличивает частоту офферов. Вот смотри, я про это думал как раз, и мне кажется, что это прикольнее измерять не в стоимости, а это скорее как такое, знаешь, осознанное прокачивание навыка удачи в реальной жизни. Как, не знаю, ты там играешь в Fallout или в Skyrim и вкачиваешь себе удачу. Вот это примерно то же самое, но в реальности. Почему? Когда ты начинаешь ассоциироваться с какой-то технологией, каким-то подходом, какой-то компанией, чем-то еще, когда люди думают об этой технологии, у них сразу всплывает ассоциация, о, я не знаю, там, Viper, привет всем моё с разработчиком, Егор Толстой. И таким образом повышается частотность каких-то прикольных событий, которые с тобой могут произойти. Кто-то, например, ищет, я не знаю себе, условного там с CTO, у них есть в стеке какая-то технология, и все думают, окей. Кто, интересно, с ней ассоциируется, кого я знаю, сразу вспоминает твою фамилию, может тебе, не знаю, пойти в Фейсбуке написать. Или наоборот, у тебя просто много друзей, знакомых, они тебе рассказывают, когда где-то открываются прикольные вакансии, еще что-то. Это просто повышает твои шансы найти что-то, что тебе будет дальше в жизни по кайфу. А вот скажите, это часть работы или это просто пэшн какой-то? Что именно? Ну вот деятельность по продвижению того, чем ты занимаешься, вместе с твоей личностью. Любая публичная деятельность, является это частью работы или нет? А зависит от того, кем ты работаешь. Условно, когда ты, например, когда ты темлит какой-то командой разработки, тебе супервыгодно, чтобы тебя разработчики знали, потому что тогда тебе гораздо проще будет людей нанимать. Условно говоря, ты взял, написал в Твиттер, что ребят, так и так у меня открылась вакансия, к тебе и люди сами пришли, когда они приходят на собеседование, они уже знают, что у тебя за стек технологий, какие у вас подходы к разработке, они очень заряжены у тебя работать, и это супер тебе как темлиду помогает. Я вот прямо от этого много профитов ловил. Поэтому здесь это да, можно перевести в такой осознанный режим. Или тем более, когда ты там девелопер-адвокат какой-то. Это вообще кажется типа мастхэв для твоей работы. Леша, а ты чувствуешь, что тебе становится проще нанимать по мере того, как ты становишься известным? Сто процентов. Да, расскажи про какой-нибудь безумный кейс. Сейчас расскажут, для меня это вот сейчас у нас такая первая строчка записалась такая, зачем вообще нужен личный бренд. Для найма. Для найма, чтобы проще было к себе нанимать. В принципе, уже этого достаточно, но сейчас еще что-нибудь узнаем. Есть проект, интересный проект. И я рассказываю про технологии. И люди думают, вот, они делают дело, оказывается. На самом деле, я там 24 часа подряд исправлял флапывающие тесты, но я про это не рассказываю. Я рассказываю про то, что я там одну маленькую штучку пооптимизировал, а она сразу ускорилась. И это так круто. И люди думают, это так круто. Надо вот чего я тут просиживаю и 24 часа флапывающие тесты исправляю. Надо туда идти. Там будет классно. Вы так все вот говорите, что это я не про себя рассказываю, это я рассказываю про свой продукт. Ты, Леша, упоминаешь кликхауз в 20 раз чаще, чем себя постоянно. То есть я про кликхауз рассказываю. Но вот у нас как-то был подкаст про инвестиции, про стартапы. Инвесторы говорили, что если человек сделает что-нибудь удачное, он как только заявляет, что я открываю что-нибудь новое, ему тут же несут деньги. Есть такое зачетка, работающая на тебя. Да, зачетка работает на тебя. Если в какой-то момент ты говоришь, о, я теперь решил сделать что-нибудь новое. Вообще, к тебе же придут люди. Ну да. И они придут к тебе, не в кликхауз, к тебе. Попите ли вы этот капитал? Вы это чувствуете? Ты его чувствуешь? И вообще как бы… Ой, ну это сложный вопрос. То есть увеличивается и увеличивается. Гораздо важнее то, что ты сам чувствуешь про себя. И здесь надо иметь в виду, что вот именно выступление, участие в мероприятиях, оно очень развивает культурно. То есть ты сразу узнаешь больше всякой информации со стороны, которую ты мог бы, может быть, и никогда не узнать. И ты даже не думал, что вот сейчас всего лишь за там пару часов столько всего нового вокруг. Узнаем, что происходит. Егор, а ты что скажешь? А я просто в Твиттере подписчиков коплю, потому что там весело шикпостить и темы выкладывать. Почти 7 тысяч, мне не очень много. Ну, довольно много по меркам российского Твиттера. Указу или 15. Ну, порядки все равно примерно такие, не ютубные миллионы. А ты вообще какой бренд качаешь, по-твоему? Ты же как бы человек от нескольких брендов. Ты вот вкладываешься в подлодку, в джетбрейтс. Я во все. Знаешь, у меня один твит про подлодку, про разнарядки. Второй про котлин, третий тоже про котлин, потому что это основная работа. Поэтому два к одному. А сколько времени... Вот есть такое мнение, возможно, стереотипное, что медийный человек, он на самом деле в работе неэффективный, тратит время свое на медийность и не работает руками. Соответственно, два вопроса. Первое, разделяете ли вы это мнение? Второе, как решились от кода как бы перейти к тому, чтобы тратить время на медийность, на прокачку бренда? Я не могу сказать, что я отходил от кода, потому что когда я впервые начал выступать, писать статьи, вот это все, я фулл-тайм был разработчиком, продолжал разрабатывать. Именно поэтому у меня был какой-то контент, о котором можно было рассказывать. Я, не знаю, делал какую-то прикольную штуку, выкладывал в Open Source, шел рассказывать о ней на конференции, и вот просто это было частью работы. Вот, а от кода начал отходить позже, да и то не очень далеко, просто потому что, ну, так карьера сложилась. Там пошел в темледы условно, поэтому не могу сказать, что я... То есть ты думаешь, можно совмещать написание кода, а-ля такое, ну, более-менее нормальное техническое развитие, как технического специалиста, и, значит, прокачку медийных каких-то, значит, скиллов своих. Так, лучший способ чему-то научиться, это пойти рассказать людям об этом. Вот, и свои знания еще упорядочиваешь при этом. Мне это как раз очень сильно помогало. Слушайте, а есть ревность со стороны коллектива? Ну, вот ревность в том плане, что вот мы тут сейчас работаем, а они... А он рассказывает, берет на себя всю, значит, кредит весь. Это же не обязательно выходной или вечер, или еще что-нибудь. Это иногда вполне все рабочие часы. Как у нас сейчас. Как у нас сейчас. Я ни разу не сталкивался с тем, что кто-то в команде считает рабочие часы другого, потому что, не знаю, может, это чисто моя фишка, что я... Ну, у меня всегда был какой-то такой ненормированный график, я в какой-то день могу просидеть там, не знаю, на работе 12 часов прогать, в какой-то день могу поехать на конференцию выступить, и как-то я это, не знаю, 40 часов вроде не высчитывал, и в команде тоже никто не смотрел. Ну, из такой ревности, что где-то вот там выступаешь сейчас, вместо того, чтобы тут быть с нами, нет? Не, 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 наоборот обычно... Не знаю, у меня в командах всегда было, что ребята... Ну, еще зависит от того, о чем ты выступаешь, о чем рассказываешь, говоришь ли ты о себе или о команде. Можно делать токсично все на себя перетягивать идея, а можно всегда рассказывать и прям показывать лица, кто еще с тобой что-то делал. Лёша, в Крикхаусе завидует тебе и твоей публичности? Вовсе нет, потому что я всегда говорю, кто хочет выступить на такой-то конференции, и таких конференций очень много, и почему-то мало кто соглашается. А ты думал, почему? А почему, да, кстати? Да потому что сложно готовиться. Я готовлюсь и рассказываю, что вот еле-еле там собрал материал, надо все это упаковать, там кое-как придумал, все эти творческие муки и тому подобное, но ничего, потом кто-нибудь пробует и понимает, что одно другого стоит. То есть ты готовишься за то, потом выступаешь, и теперь тебя все знают, ты сам получаешь отличные эмоции. Вообще, если мы говорим про личный бренд и про какую-то публичность, к этому можно прийти осознанно? Вот что вы посоветуете человеку, который, допустим, хотел бы как-то выступать, рассказывать про свой продукт, про то, что он делает? Есть ли какие-то советы начинающим любителям личного бренда? Вовсе не обязательно выступать. Так. Можно начать и писать полезные статьи в блог. Есть куча людей, которые нигде не выступали, но я их знаю, и знаю, что вот это мощные люди. Ни одного выступления не видел, но бренд прекрасно развит. Есть еще проще, не можешь сам написать, просто заведите телеграм-канал, выкладывай ссылки других, пиши смешные комментарии, и все тоже будут думать, что, наверное, мощный чувак раз так много читает. Это, кстати, клевый вообще подход к публичности, что сейчас уже публичные люди, совсем не обязательно, значит, лицо с глазами, и как бы это... Мне, знаешь, все интересно у нас получается, мне конфликта не хватает. У нас оба гостя друг с другом соглашаются, и все, и вообще невозможно. А у нас есть еще один гость по Зуму. Может быть, с ним получится? Может быть, мы сейчас услышим какую-то другую точку зрения, которая все перевернет. Да, с нами в Зуме Барух Садагурский, он как раз девелопер-адвокат в компании JFrog. Давайте узнаем, что это такое. Мне интересно. Да, привет. В чем состоит работа девелопер-адвокат? Это представитель, скажем так, разработчиков в компании и представитель компании в комьюнити разработчиков. Вот, наверное, как-то так. Расскажи, насколько ты оцениваешь силу своего личного бренда? Вот мы с ребятами говорили, ты вроде как представляешь свой бренд, бренд своего работодателя в индустрии. Насколько это тесно связано в твоем случае с твоим личным брендом? Копится ли у тебя количество подписчиков в Твиттере, Фейсбуке? Вообще, какая-то личная популярность в кругах определенных? Копится? Ну, это две вещи, они неразрывные. То есть, в какой-то момент, ну, они не то, что сразу делись вместе, но в какой-то момент, когда девелопер-адвокат работает на определенную компанию, то его бренд начинает ассоциироваться с брендом компании и наоборот, в обе стороны, в хорошую и в плохую, и они вместе, значит, вот растут или в хорошую сторону, или в плохую. У всех наших гостей примерно одинаковая, значит, деятельность, которая связана с пиаром некой организации, которой они себя относят, значит, сквозь этот пиар, они пиарят еще и себя. В общем, тоже у всех все одинаково. Слушай, ну, знаешь, вот что я думаю? Сейчас вот сидит какой-то, слушает нас, я надеюсь, наш, значит, случайный радиослушатель, наш какой-то разработчик, который на секунду отвлекся от перекладывания джейсонов, пожал плечами и такой, я не понимаю, нафига мне это, и вернулся к своей задаче. Можем ли мы сказать, вот сформулировать, зачем, зачем обычному, обычному разработчику, который не является там, не знаю, вот как Леша теперь практически, ты совладелец же кликхаусы сейчас, да? Ну да. Вот. Не является совладельцем компании, в которой работает. Зачем ему строить свой личный бренд? Элементарно. Деньги. Так. Поподробнее, пожалуйста. Как мы знаем, на сегодняшний день у нас рыночные отношения на рынке трудоустройства, то есть работодатель оценивает работника на какую-то сумму и платит ему эти деньги. Значит, чем больше, тем лучше работник продаст себя в плане маркетинга, тем больше он денег за себя, как за товар, получит. Это базовая экономика. Ну, Карл Маркс, вот это все, рабочая сила – это продукт. Вот, отлично. Значит, дальше мы переходим в маркетинг. У нас есть котлер, который говорит, что известные товары лучше продаются. Ну, как бы это мы все знаем. И если мы можем сделать себя как товар более известным, это значит, что мы будем лучше продаваться за большее количество денег. На сегодняшний день нанять Егора стоит дороже, чем нанять какого-нибудь ноунейма. Егор, подтверждаете? Вот вы хотели конфликт, а я сейчас могу ворваться с конфликтом, потому что я здесь с барухом не согласен, что это прямо общее правило. Почему? Я нанимал кучу людей, разработчиков и темледов, и известных, и неизвестных, и ни разу я не помню ситуации, чтобы чуваку, который с прокачанным личным брендом, который выступает на конференции, платили больше. Вот правда. Или что он сам... Ну, короче, что мы его наняли с повышенной ставкой, даже не именно из-за того, а просто, ну да, из-за того, что он более часто где-то выступал и был более известен. Слушай, ну выше же вероятность, что если человек... А вот тут интересный момент. Да. Это работает не напрямую. Это не то, что сейчас приходят в компанию Егор и приходят в компанию ноунейм, и все такие, ой, но мы Егору на 100 тысяч больше точно будем платить. Ну, нет, это работает не так. Это работает так, что у нас есть какие-то возможности, на которые Егор легче попадет, или вообще он попадет, а ноунейм не попадет. Вот, это ровно то, о чем я тоже вначале говорил. С этим согласен. А медийность дает оппорту. И вот там становится разница, да. То есть, грубо говоря, я приведу пример. Например, это может быть неправильно по цифрам, но, к примеру, да, например, сейчас Джек Брейнс, и вообще даже и не думал, что им нужна позиция там девелопер-адвокейта. Ну, например, да. А тут, благодаря тому, что Егор пришел к Преславу и сказал, слушай, давай мы вот, я буду девелопер-адвокейт, помогать тебе продвигать. Я продакт. Бац. Я продакт. Неважно, я... Ну, не Егор, не Егор. Кто? Леша Мелавидов из Калихауса решил. Антон. Антон, ну, Антон, например, да. Давайте про Яндекс. Вот. Яндекс Клауд не знал, что им нужен девелопер-адвокейт. А тут у нас появляется Антон Голодный, который, ну, фигура, и который говорит, слушайте, вот это то, что я делаю. И Яндекс Клауд такой, слушай, так это же будет круто. Он же будет как там, ну, Kelsey High Tower в Гугле. Нам такое нужно. Вот мы открываем, создаем из ничего новую позицию под Антона, перевозим его куда там он переехал в Москву, из Иркутска, и, значит, будем платить ему сто пятьсот бабок. Если бы на месте Антона был какой-то ноунейм, то, естественно, ничего бы этого не произошло. Слушайте, хорошо. А тогда взгляд с другой стороны. Смотрите, вот я, например, я какой-то руководитель. Работает у меня разработчик, работает работу, классный, растет, вот все здорово. И начинает он делать свой бренд. Вот ему нравится, пиару нравится, как он выступает, и вот это вот все. Предположим, что он от этого не стал работать хуже, все замечательно. Но у меня же растут риски. До этого никто не знал, что у меня есть такой прекрасный разработчик, а тут все знают, что он такой замечательный. И к нему стало больше офферов, у него появляется больше соблазнов. То есть, как ты опять же говоришь, тем самым растет его рыночная стоимость, ну просто потому, что если где-то вдруг появилось высокое предложение, то первые, кого туда зовут, это его. Что делать в этой ситуации? Мы сейчас все будем очень орать. Это правда. Давай я скажу. Услышав вот это. Да, Леша. Потому что... Люди за тебя вообще... Твои руководители переживают за твою возросшую публичность? Смотри, все сотрудники в твоей компании – это в первую очередь твои друзья. И на самом верхнем уровне тебе важно, чтобы у них все было лучше. Вот. Вот. Но если человек получит там лучшие условия, ты будешь за него радоваться, даже если он уйдет из твоей компании. Ничего себе. Ну это ты очень альтруистически настроен. Я бы даже сказал больше. Дело не в пассивной радости, а дело в том, что в твоих руках сделать так, чтобы люди не уходили или уходили там по-хорошему, на хороших условиях и так далее, и так далее. Попытка удержать человека тем, что никто о нем не знает – это дичь. Это дичь, трэш. И вообще вот с этим надо бороться прямо вот в индустрии очень-очень сильно. Начиная с вот этого вот бреда «мы не пошлем его на конференцию, чтобы его там не скантили на будке», и заканчивая вот это «вот мы не пошлем его спикером, чтобы его, не дай бог, никто не увидел, какой он крутой». Ну я, кстати, даже таким он не сталкивалась. Это, конечно… Я больше скажу. Смотрите. Делайте так, чтобы человек не хотел уходить. Да, извините. Меня просто бомбит. Вот у меня из моей команды, например, один человек ушел в Google, другой в Facebook. И что после этого получилось? Они в Google и в Facebook продвигали ClickHouse, рассказывали, какая классная технология. Конечно. Ты стал каким-то бенефициаром этого? Сханчил кого-то назад из Google и Facebook? Ну, некоторые другие люди узнали про ClickHouse благодаря этим людям. А я, кстати… А сейчас я буду думать о том, как… Ну они же пользователями стали, конечно. Как схандить их обратно? Да. Теперь это твой новый API. У меня, кстати, благодаря тому, что меня в iOS-разработке ребята знали, у меня получилось iOS-ника из Facebook схантить в Авито, когда я там работал. Класс. И, кстати, я шутку придумал, пока мы все говорили, что Леша настолько публичный, что у него и компания публичная. Отличный шуток. Хочешь, чтобы твоя компания стала публичной? Стань публичным сам. Вот у нас. Это прям, да. Это девиз для фаундера «зачем качать личный бренд». Слушайте, а скажите, мне, знаете, еще какой вопрос есть? Ну, часто же человек, который публичный, он какой-то там руководитель чего-то. Не обязательно супербольшой, но вот там объективно чаще руководитель чего-то. И, ну, просто руководители в конце концов чаще зовут, потому что то, что под тобой написано, видимо, является дополнительным аргументом, чтобы тебя позвать, как гарант экспертизы. Насколько успешность себя как публичной персоны помогает в общении с подопечными, с коллективом? Я вот несколько раз здесь на мину наступал, когда проходит у меня ван-он-ван с сотрудником. Я ему затираю, не знаю, про что-нибудь. Например, вот, что переработки — это плохо. Типа, дружище, ну, хватит уже там месяц подряд работать по 12 часов. Он мне вот говорит, Егор, а у тебя в блоге читал статью, где ты говорил, что тем леда, который тебе, говорит, не перерабатывает, надо просто в жопу посылать, потому что это твое время, сам решаешь, что с ним делать. Я такой, блин, не знаю, что сказать. И вот несколько раз такое было. Баруха, ты натыкался на что-нибудь в своей публичной деятельности такое? Как твои коллеги ближайшие вообще? Ну, тут взаимоотношения, да, взаимоотношения с коллегами и подчиненными — это интересный вопрос, и это немножко к тому, что вы говорили насчет зависти тоже. Ну, как бы мы все такие, конечно, хотим верить, что ничего подобного нет. Но мне кажется, как любая офисная политика, бывает всякое. И бывает, что кто-то о тебе думает, а вот он такая звезда, значит, летает по миру, и, значит, наслаждается жизнью, а мы тут впахиваем. Ну, бывает, но чего? Ну, как бы, да, наверное, человек не очень себе представляет, что ты делаешь, почему, зачем, и легко это, или сложно. Ну, как бы, окей. Но, тем не менее, такое впечатление у человека сложилось. А расскажите про ошибки, которые вы допускали, значит, при построении своей какой-то, значит, публичности. Вот, не знаю, там, вот был у меня уже пример с тем, что там напился на конференции. Вот были какие-то такие фейлы? Первое правило есть — это то, что перед конференцией желательно, ну, хотя бы немножечко там поспать. А где-то можно почитать эти правила? Нет, это я для себя придумал. Я сам не знаю, где почитать эти правила, так что опытным путём. Или сквайр, миловида в правилах жизни. Да. Так что всё на своих ошибках. Если сквайр нас слушает, то вот хорошие темы статьи. Бывало, что не выспался и проходилось плохо. Ну, например, иногда лучше доклад меньше готовить, зато потом лучше высыпать. Распачил. Да. Ну, даже есть такое правило. Если приезжаешь куда-нибудь в другое место, можно взять гостиницу прямо там, допустим, на завтрак придёшь, потому что не хочется пропускать эти классные, чё там, круассанчики. А потом снова можно поспать и прийти только на свой доклад. Все остальные доклады, они кому нужны? Главное на свой доклад прийти, это самое важное. Егор? А вот тут на самом деле, опять же, не могу вспомнить... Не помнишь ошибок. Никаких... Нет, на самом деле не помню вообще скипнула. Класс. Барух? У тебя, значит, ошибок. Ты так довольно активно говоришь про офисную политику, вот это всё. Значит, были траблы? Мне кажется, наверное, самая такая большая ошибка человека, который вот только начинает вот этот путь, это чрезмерное увлечение вот этой вот попыткой убедить всех, что, значит, вот какой-то бренд и какой-то продукт лучше всех. Потому что вот к вопросу о разнице между девелопер-адвокейт и евангелизмом, вот это вот начинает очень напоминать какие-то религиозные проповеди и вызывает отторжение. Причём, что самое обидное, что человек, который это делает, делает это совершенно искренне, делает это потому, что он действительно считает, что вот там его продукт, бренд и так далее, это действительно то, что людям нужно, но из-за вот этой вот чрезмерного увлечения выглядит это и звучит это как, значит, впаривание чего-то, даже если это не нужно. У меня лично, ну, я очень люблю нашу компанию, наши продукты, и человек, я, так сказать, увлекающийся, поэтому у меня очень много лет был вот именно образ такого, который, значит, вот впаривает наши шняги там, когда надо и когда... Да, и когда не надо, и очень много лет у меня взяло как-то найти вот этот вот баланс, который, ну, как бы для меня он всё ещё не искренний, да. То есть, когда я пытаюсь снизить градус моей восторженности, то это, ну, это фейк, да, и, казалось бы, это неправильно, и нужно быть аутентичным, но вот тут есть такая штука, что не всегда то, как действительно ты чувствуешь, правильно проходит... А расскажите, да, у меня вот... Ты хотел добавить? А, нет, я просто, я всё-таки вспомнил, вспомнил косяк, который может быть прикольным. А как раз-таки вот моё первое такое крупное место работы — это был Rambler. Я туда перешёл iOS-разработчиком, у нас там сначала была маленькая команда, потом мы выросли, и в какой-то момент начали делать много разных прикольных штук в опенсорсе для сообщества и всякого такого. И вот моя ошибка, наверное, была в том, что я слишком много сил и времени потратил на то, чтобы... Причём такого личного времени, чтобы продвигать именно компанию, где я работал, и вот всё, что мы с командой такого прикольного, в том числе и в свободное время делали, мы делали только под эгидой текущей компании. В итоге, ну, например, там, серию митапов делали, очень классных, у них было название там Rambler iOS. Делали, там, книгу писали по архитектуре. Почему это плохо? А плохо было потому, что когда мы все решили из компании уходить, и там, в целом, наш кусочек расформировали, у нас, ну, короче, мы много чего из этого не смогли с собой забрать. Оно, ну, как бы было ощущение, что ты вот вроде бы много-много-много-много-много вложил, но сделал это там не для сообщества, а для компании. Оно вроде как ты и себя вкладывал, и время вкладывал, у тебя оно не возвращается. Поэтому здесь нужно баланс такой держать. Слушай, ну это же нормально. Ты же когда, не знаю, там, код пишешь, ты же в него тоже вкладываешь, потом уходишь, а он остаётся в компании, не у тебя. Ну, не, смотри, там, смотри, какой код. Допустим, я тогда прям мог все выходные подряд сидеть какие-нибудь в библиотеке классные писать, не на работе. В своё время я их выкладывал только под рабочим всегда аккаунтом, потому что думал, вот, прикольно, все будут знать, что Rambler самая крутая iOS-ная компания. Вот. Я вот скорее про вот этот. Да, но, Егор, это же то, что мы говорили раньше. Это про переплетение твоего бренда и бренда твоего работодателя. Это неизбежно, это нормально. И, ну, как бы, у этого есть минусы, мы достаточно очевидны. Но я не думаю, что это можно записать в свою ошибку. Rambler же таким образом продвигал тебя тоже. То есть все, кто искали библиотеки от Rambler, находили библиотеки от Егора. Так бы писал бы ты в свой пустой гитхаб с двумя фолларами, и никто бы про твои библиотеки не узнал. А это же поднимает, наверное, такую инвестиционную, ну, не инвестиционную, рыночную стоимость тебя. Такой думаешь, найму я этого человека, и он же тут же просто начнет меня продвигать. Меня в смысле компанию. Это же просто классно. То есть мы его берем, и он будет не про себя рассказывать, а про компанию, потому что он вообще никогда не про себя про компанию рассказывает. Это же... Смотрите, как он круто продвигал Rambler, теперь он также круто будет продвигать Авито. Расскажите мне, наконец, как бывшему аналитику, про KPI. Вот мы с вами говорим, что ваша публичность – это часть работы. Как это оценивать? Как это каунтится на ревью потом? Есть ли у вас какие-то внутренние KPI, типа, куда мы стремимся? Как бы, ну, исходя из которых уже надо выбирать, на каких конференциях ты выступаешь, значит, какие блоги ты ведешь и так далее, это как-то формализуется? Мой единственный KPI по личному бренду Барух задал, когда приходил к нам в подлодку рассказывать про личный бренд, объяснил нам, что нам надо вести Твиттер, и мы с Катей Петровой начали соревноваться по тому, кто больше фолловер там себе за год наберет. Вот это мой единственный KPI, наверное, был на количество. Я хочу повторить здесь, что я не предлагал мериться количеством фолловеров в Твиттере. Это была ваша личная, сказать, инициатива. Ну, а вот в чем девелопер AdvoCate, чем измеряется? В чем твои KPI? У нас есть закрытая вселенная всех наших лидов. Все, кто в итоге пришел, скачал, купил и заинтересовался, и так далее. Откуда все эти люди могут браться? И мы начинаем отнимать то, что мы можем атрибутировать. Например, мы можем атрибутировать платные кампании, кампании, да, всякие PPC, и вот это все. Там все понятно. Там конвертятся линки. Мы это все можем... Органические переходы на сайт. То есть вот у нас есть гениальный SEO, который, значит, наш сайт вывел в первые результаты по правильным поискам. Там все у нас конвертируется. Мы можем понять, когда люди ищут в Гугле и нас находят. Сколько-то остается в итоге, когда все атрибутировали? Я так понимаю, оставшиеся – это ты, условно, и это сколько получается по твоим оценкам? Вот это вот совершенно правильная атрибуция. Остается очень много. Леш, прокомментируй. Не атрибутировать никому, кроме меня, остается очень много. Яндекс все-таки очень про API. Расскажи, пытались ли в Клейхаусе, когда он еще был внутри Яндекса, посчитать твою успешность? Ну да, часто бывает такое, что ты делаешь там доклад один, другой, третий, а потом к тебе приходит какой-то человек внезапно и говорит, а где KPI? И ты думаешь, ну, мне эти KPI как бы саму вообще не сдались, они мне не нужны, но хотите KPI, будет KPI. Итак, берем любые цифры, непонятно откуда, количество просмотров на Ютьюбе, количество аудитории, которая сидела на твоем докладе и так далее, и так далее. Все это перечисляешь и говоришь, KPI, получите, готово. Ну, то есть прозрачность в... Да, это ерунда какая-то, но она мне не нужна, и тому человеку тоже, на самом деле, не нужна, просто он зачем-то спрашивает KPI, и все, вот я дал. Я ему даю бесполезную вещь. Я так не умею, я не умею генерировать чепуху ради чепухи, надо учиться. Нет, ты знаешь, иногда это не чепуха, то есть ты собрал эти цифры, а потом они тебе самому пригодились. Иногда, но редко. Они ничем тебе не могут пригодиться, абсолютно. Потому что если ты сейчас сделаешь доклад про то, как выращивать зеленый салат в Черноземье, у тебя может быть вполне запросто оказаться гораздо больше просмотров в Ютьюбе и людей в зале, чем когда ты рассказываешь про архитектуру кликхауса. Вот этот твой KPI, который ты только что себе придумал, абсолютно ни о чем. Кстати, вы знаете, оказывается, кликхаус используется для фермерских хозяйств современных. То есть там выращивают помидоры, и там... Я чувствую троллинг и умение фантастическое одновременно. Вот она, вот она работа профессионала. Какие тут KPI, смотрите, давайте берем KPI, количество слов, кликхаус в минуту. Егор, а в итоге ты говоришь, вот когда ты говоришь про то, что ты расстишь подписчиков в Твиттере, это какая-то твоя внутренняя, значит, ну, хотелка, внутреннее мерило успеха. В JetBrains тебе когда-то говорили, типа, чувак, ты столько времени потратил на выступление, а нам с этого что? Нет, там, скорее, у меня была другая история с командой, что вот у меня есть команда продуктов, задача которых в том числе очень много говорить с нашими пользователями. Например, я не знаю, мы хотим сделать новую языковую фичу, и нам надо найти пользователей, провести с ними X-интервью, посмотреть, как они эту фичу будут использовать. И проще всего искать таких пользователей где-нибудь в Твиттере, на каких-нибудь ресурсах типа Reddit и прочего. И я как раз топил нашим продуктам за то, что они должны все-таки себе тоже какой-то личный бренд немного поднять, чтобы люди к ним гораздо проще откликались, когда им нужно быстро какую-то гипотезу проверить. Вот там, например, мы это прям осознанно, ребята, заводили Твиттеры и что-то там писали, и это помогало им контакты в итоге налаживать. А есть еще один, я вспомнил, кейс прикольный, для чего в целом нужно качать личный бренд. Это еще и такая прям прямая-прямая монетизация себя, если ты хочешь работать как консалтер какой-нибудь. Потому что ты, опять же, начинаешь топить за какую-нибудь тему, люди смотрят твой доклад, думают, что ага, он-то точно шарит, и потом к тебе приходят. Меня так, например, угораздило года три назад рассказать про океары, и мне до сих пор пару раз в месяц приходят какие-то металлургические заводы, и такие, чувак, ты по-любому шаришь в океарах, давай ты нас придешь и будешь консультировать, как нам это на производство внедрить. Я такой, спасибо, нет, как бы не надо, я немного про другое. Вот, или есть такой подкаст, «Запуск завтра» называется, и вот как раз там очень прикольный кейс, его ведущий, Самат, он как раз подкаст сделал, он занимается техническим консалтингом. Его целевая аудитория — это такие владельцы предприятий, которые пройти особо ничего не знают, но хотят найти шаристого чувака, который сможет прийти и им прокачать разработку, выпустить новый продукт, еще что-то. Поэтому начал делать подкаст, где простым языком рассказывают про сложные технологии, чтобы как раз выйти там за пузырь IT, достичь ушей тех людей, которые вот могут к нему как заказчики прийти. И для него это вообще абсолютно офигенно работает, как он рассказывал. То есть у него поток клиентов постоянный появился. Ну, эта фишка, она, естественно, не новая и достаточно как бы, ну, очевидной на поверхности. Мы когда в... Я когда работал в консалтеровской фирме, до того, как я пришел в GFrog, мы организовывали конференции, конференции, которые были там, ну, условно-бесплатные, очень-очень крутые, с единственной целью, чтобы консультанты из нашей фирмы могли на сцене рассказать что-нибудь, чтобы их заметили. И это, естественно, работало прекрасно, заметили вот до сих пор. Класс. Отпустим. Да, отпустим. Баруха. Спасибо большое, Баруха. Спасибо большое за участие. Отпускаем наш выпуск в любви. Очень рады, да. Ребята, расскажите о площадках, на которых правильно развивать личный бренд. У меня тут вопрос про баланс онлайна и оффлайна. Насколько... Есть ли у вас мнение, как бы, что обязательно нужно оффлайн выступать, ездить и так далее, тем более в современной нашей действительности? А если мы говорим про оффлайн, то где? Потому что мало айтишных лидеров мнений в Инстаграме. Хотя, казалось бы, это же супер, типа, площадка для взращивания бренда. У вас есть мнение про это? А в Твиттере много, например. Вот да, как так? Ну, я не знаю. Оффлайн, оффлайн? Что предпочитаешь? У меня, наверное, такое исключение, потому что у меня нету Инстаграма, Твиттера, Фейсбука, ВКонтактика и ТикТока. Только Крикхаус есть. Хотя говорят... Репозитории, да? Репозитории, да. Говорят, заведи, будем смотреть, прикольно же, классно. А вот как, почему? Ну, Леша все... Да лениво что-то. Леша все в гидхабе пишет. То есть ты за оффлайн, на самом деле? Нет, я не за оффлайн, просто чего я там заведу, например, Инстаграм, а потом постить там каждую неделю. Но я вот даже не могу выложить селфи с тобой и отметить тебя как селеба у себя в Инстаграме. У тебя есть Инстаграм? Есть. Ну, выкладывай селфи, пожалуйста. Пусть твой Инстаграм будет моим Инстаграмом. Я выложу сегодня. Егор, есть мнение? Я тут, на самом деле, с Лешей согласен. Короче, я не очень верю в такую деятельность, как построение личного бренда само в себе. Вот я об этом уже говорил в начале. Ты в первую очередь делаешь то, что тебе в кайф, делаешь мотсорс-проекты, делаешь выступления про то, что тебе интересно, и продолжай это делать на тех площадках, где тебе прикольно. Тебе нравится в Твиттере писать короткие сообщения и мемы лайкать? Сиди там. Хочешь писать короткие видео, и тебе в кайф, когда на тебя смотрят? Да пиши ТикТоки. Нравится длинный текст писать? Пиши блог. Делай то, что нравится, и этого и хватит для выбора площадки. Хочется получить какой-то полный список, зачем это нужно делать. Мы вот по факту, перечисляя сейчас все, поняли, что зачем. Чтобы лучше нанимать, чтобы самому, если чего, лучше продаваться, чтобы лучше продавать свой продукт, а еще вот смотри, какой вопрос. Обратная связь, которую ты получаешь на выступлении, она дает какие-то новые инсайты или нет? Или в целом это односторонний канал, ты вышел с микрофоном, что-нибудь рассказал и вообще не знаешь. Можно ли по реакции людей, вот особенно если живьем выступаешь, а если не живьем, то в комментах, понять, какие к себе претензии. Вот откуда у тебя взялась надпись «Не тормозит»? Обвинение в том, что тормозит, они откуда-то были или нет? Нет, не было вообще. Это придумал мой друг, коллега по работе, Витя Тарнавский. И он мне как раз подарил первую такую футболку еще до того, как Кликхаус вышел в Open Source. Случился английский перевод этого уже состоявшегося лого, мото? Пока нет, только думаем. Что бы такое сделать? Аналогов еще не нашли. Кстати, если есть идеи, присылайте. Ты чувствуешь какой-то, во-первых, пользу в обратной связи большой, а во-вторых, ну, не знаю, личное удовлетворение от того, что я это сделал, я это раскачал, ну, вот как-то... Да, есть обратная связь по идеям. Иногда можно получить идеи не непосредственно от людей, а просто посмотрев вокруг. То есть что-то срабатывает, такая вот новая вводная, такой, о, вот же как надо-то. Леша любит вкинуть коротким предложением, которое мы сами додумывали. Да-да, додумывали, и вы можете рассказать. Попробуй, Леша. Не, ну, смотрите, я там выступил на какой-то конференции, у меня там какой-то вопрос задали, но он не про это вообще. Ну, а потом возвращаюсь с этой конференции и сразу думаю, надо делать вот это, вот это и вот это. А бывают такие вопросы или пожелания, или комментарии, когда ты думаешь, боже, во-первых, я хочу тебя нанять, человек, который это спросил, а во-вторых, сейчас пойдем это делать. Или это редкость? Бывает, да. А я хочу вернуться к началу нашей беседы, когда ты как раз говорил про то, что вот сидит разработчик, перекладывает джейсончики, там из одной базы в другую, нафига ему личный бренд. А как раз вот за тем, чтобы почувствовать какую-то удовлетворенность от того, что ты делаешь. Потому что не всегда ты можешь продукт, который ты делаешь, пощупать руками, там, показать маме, чтобы она сказала, какой ты молодец. А здесь ты пришел, рассказал про какую-то классную идею или штуку, которую ты сделал, и получил фидбэк от живых людей, что и твоя идея классная, и им она помогла, и ты, значит, классный. И вот как раз вот это ощущение, оно такое максимально заряжающее, когда ты понимаешь, что вот все вот эти джейсончики ты делаешь, перекладываешь не только для того, чтобы какой-нибудь там дядя сверху в компании денег себе дополнительно получил, а еще и тем, что другим людям чем-то сделал жизнь лучше, они тебе сказали, что ты классный. Это очень такое приятное чувство, которое вот на самом деле нам надо было даже в первую очередь, наверное, обсудить. То есть это такое вот, получить какой-то фидбэк и поддержку от своих, от тех, кто понимает. Круто. Я вот еще хочу добавить то, что часто бывает так, что какой-то доклад не делают, и про это жалко. Вот некоторые здесь все знают, но некоторые люди не знают. В Яндексе есть внутренняя социальная сеть под названием «Этушка». Это не единственное, там еще есть другие. И в «Этушке» ну иногда видишь такой пост, серьезный, технический, и ты думаешь, ну какая классная штука, почему это опубликовано здесь, почему это не опубликовано наружу, почему бы не сделать доклад про такую штуку. А человек говорит, ой, ну чего-то не поймут, а разве это вообще имеет смысл? А я потом в качестве примера говорю, 8 лет назад сделали вот такую штуку мелкую, которая применяется в одном маленьком проекте, и ее никто не поддерживает, она до сих пор работает. Недавно я взял и решил про нее сделать доклад в 2020 году. Это один из лучших докладов, я его повторял уже три раза. А это такая мелочь, которая, казалось бы, ну вообще никого не интересует. Но я взял и рассказал, вот какая там суть, почему это классно. И все поняли. Слушайте, а как начать? Вот скажите. Звучит, как будто ты присвоил чью-то маленькую вещь к себе. Еще три раза рассказывал. Оправдайся сразу здесь у нас, чтобы не было недопониманий. Во-первых, я ее тоже разрабатывал. Другой человек, который ее разрабатывал, уже трижды сменил свой отдел. Но не потому, что я его так достал этими идеями. Слушайте, а вот скажите мне, ну хорошо, такие вот большие, известные, знаменитые, куда тебя угодно зовут, ты можешь выбирать. Вот наш рядовой разработчик, наш вымышленный слушатель. С чего ему начинать? Он такой, хорошо, вы у меня убедили, это нужно и полезно, я готов. Как стартовать? Самый, мне кажется, простой случай, как можно войти, это коллективные твиттеры. Что это такое? Есть в твиттере специальные аккаунты, которые каждую неделю ведет какой-то новый автор. Вот, и, кстати, приходи повезти. Я подумаю, спасибо. Може, как приятно. Это на самом деле, как это выглядит? Ты приходишь в этот аккаунт, и ты неделю вещаешь о каких-то своих идеях, о своей работе на аудитории, там, не знаю, тысяч в 10 человек. И ты от них можешь уже получить какой-то первый фидбэк о том, вот о чем интересно слушать, а о чем нет. Дальше ты эти идеи берешь и начинаешь развивать. Идешь, пишешь статью, там, не знаю, на Хаббер или в свой блог. Предлагаешь выступить на какой-нибудь конференции, например, на подлодках. Я говорю, бросишься в кем-нибудь подкасты релевантные и рассказываешь. Смотрите, я вот уже в Твиттере про такое-то написал несколько тредов. Интересно вам или нет, могу прийти рассказать. И так, и так начинаешь. А вот Леша еще правильно сказал, что интересно есть практически во всем, что ты делаешь. То есть даже самая тривиальная штука, которой ты занимаешься, о ней можно рассказать суперинтересно. Твое личное предпочтение онлайн или оффлайн для прокачки себя? Онлайн, конечно. Я же зарабатываю теперь на том, что мы организуем самым подкастом онлайн-конференции, поэтому только онлайн. Я участвовала в подлодках софт-скиллс-курю, между прочим. Круто. Хорошо. Ну что, у нас получилась классная беседа. Отлично. Блиц? Блиц, да. Мы вас просто так не отпустим, у нас переиздь Блиц. Вопросы, на которые нужно отвечать быстро, вообще не думая, Леша, вообще не думая. Но по очереди, поэтому. Но мы будем чередовать вас. Мы будем чередовать, да. Давайте начнем с Егора. Егор, назови три самых раскрученных с точки зрения личного бренда разработчика, по твоему мнению. Кто тебе сразу в голову приколивает? Брагилевский, Козуля, Ранжин. Ну, наверное, Фабрис Белар. Надо было ограничить нашим. Нам надо обязательно рассказать в каратенечках, кто это. Я только Козуля знаю. Продолжай землю. Потом Даниэль Лемир, если я правильно произношу, тоже интересный человек. Ну и сейчас недавно Джастин, Александра. Давай сейчас усугубим, а из наших? Тут надо будет думать. Ну, что в голову приходит? Ну, вот в Яндексе куча классных людей. Скажем-то, Андрей Гулин. Как что к одному? Слушай, сейчас я могу про некоторых людей говорить, но они сами еще не знают, что у них такой классный бренд. Давай. Поэтому я говорить не буду. Хорошо. Да черт, что такое-то. Можно коротко, кто люди, о которых ты говорил? Ну, меня точно, мне интересно. Ну, Фабрис Белар, у него выступления почти нету. Ну, в основном у него, он знаменит своими делами, тем, что он разработал. И это человек, который умеет от начала и до конца реализовать довольно сложный продукт, который целиком решает целостную задачу. Ну, вот скажем, любой сервис видео, видеотрансляции, там нужно видео перекодировать из одного формата в другой. С помощью чего это делают? С помощью FFMPEG, которого разработал Фабрис Белар. Так, кто второй? Даниэль Лемир, ученый из Канады. Ну, это я говорю там про тех, кого я знаю, потому что я не всех знаю. Он отличается тем, что оптимизирует код. Генератор случайных чисел оптимизировать под AVX 512. Пожалуйста, готово. Самый быстрый парсер для Джейсонов, потому что всем нужно быстрее перекладывать Джейсоны. И третий человек. Тоже, пожалуйста, Джастин Александра. Она сделала полностью свою реализацию липси. Респект за то, что назвал девушку. Ага. Полностью своя реализация липси, причем она работает одновременно под разными платформами. И программы, которые компилируются, они компилируются в такой формат, который понимается одновременно и как ELF, и как COMMAND, который COM, и который как Shell Script. Короче, запускается где угодно, и с помощью адской магии работает. Леша прям какой-то конкретный крен в что-то сделанное. Да, у нас действительно следующий вопрос. Давай, да, с тебя начнем. А что получается круче, что лучше? Миллион фолловеров в Твиттере или миллион строчек кода закомиченных на Гитхабе? Ну, конечно, миллион строчек кода. Вот смотрите на меня. У меня ноль фолловеров в Твиттере. А строчек кода? А может, и не крутой? Сейчас мы не знаем. А строчек кода, кстати, Как это был бы не крутой, а строчек кода я не знаю. Надо смотреть. Я не мерил. Ну, много. Да, понятия не имею. Ну, то, что я знаю точно, это я, допустим, сейчас приду домой и еще добавлю немножечко строчек кода. Хотя нет, у меня там дурацкие встречи какие-то сегодня. Вот, а потом вечерком может сейчас... Егор, фолловеры или коммиты? А я за фолловеров, потому что коммиты, они еще неизвестно, куда ты коммитишь, что полезно это вообще кому-то или нет. Может, ты, я не знаю, не на фигню какую-нибудь пишешь, да, или комменты. Какая разница? Хактуберфест. Awesome Clickhouse Database. И тысяча таких коммитов. А вот когда у тебя миллион фолловеров, все-таки это какая-то паза людей, с которыми ты уже можешь что-то сделать. Ты можешь проверить идею какого-нибудь продукта. Ты то, что написал, прикольно. Ты можешь этим людям о нем рассказать и получишь не одну звездочку на GitHub, а дофига. Получишь фидбэк от них классно. То есть это уже какой-то, ну, ассет, с которым можно что-то делать. Вот. А миллион срок кода вообще не факт, что тебе чем-то помогут. Смотря какого. Лена, я тут не могу тебя не спросить, как аналитика, которому мы бесконечно верим. Ты считаешь, что какая тут метрика надежнее? Ну, короче, я за фолловеров. Из-за фоллов, да? Хорошо. Окей. Третий заключительный вопрос. Егор, как отнесешься к тому, что какой-нибудь твой подчиненный будет популярнее тебе? Вообще спокойно. Мне кажется, такие уже были. Вот. Я вообще себя популярным не считаю. Просто подкаст веду хороший, и все. Слушайте подлодка подкаст. Леш, а ты? Вот прикинь, тебя перестают звать, а зовут чаще твоего подчиненного какого-нибудь про Кликхаус рассказывать. Будет больше времени, чтобы написать какой-нибудь классный код. А ты до сих пор пишешь. Да? Класс. Спасибо. Спасибо большое. Суперинтересно. Сложная тема, на самом деле, такая какая-то вот пощупать сложная. Сложно, да. Супер. Очень интересно, ребят. Спасибо. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Спасибо. 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 Продолжение следует...